Межрегиональное общественное движение «Маяки дружбы» Россия сближает. Уже третий год приезжает в Дагестан. На этот раз волонтеры посетили крепость Мама Шамиля в Гунипском районе. Вместе с гостями республики отправился в горы наш корреспондент Кадыр Абдулазизов. Он расскажет о целях приезда и поставленных задачах. Созидать, рассказывать, дружить. С таким девизом участники этого движения «Маяки дружбы» путешествуют по Кавказу и помогают жителям регионов сохранить памятники культурного наследия. Проект существует три года. За это время интернациональные группы студентов и активистов молодежных организаций со всей России посетили разные регионы, в которых есть исторические памятники. Первый проект назывался «Башни Кавказа». Создан он для сближения народов России и стран ближнего зарубежья. Отсюда и новое название «Маяки дружбы» Россия сближает. Участники проекта помогают восстанавливать средневековые сигнальные башни, чистят реки и берега, много путешествуют, знакомятся с традициями и культурой народов, а также выступают в роли блогеров и журналистов. Ежедневно волонтеры рассказывают о своих впечатлениях и наблюдениях в социальных сетях и СМИ. Сегодня их цель – это крепость имама Шамиля. Как говорит автор и руководитель проекта Руслан Гусаров, задумка носит патриотический характер. Все ради межнационального согласия и гармонии. И вот здесь, в Гунибе, наши ребята будут помогать сохранять и восстанавливать знаменитую гунибскую крепость и башни, которые на ней. А в других республиках Кавказа непосредственно башни – боевые, родовые, жилые, сигнальные, а также объекты культурно-исторического наследия, храмы и так далее. Для полного погружения в историю Гуниба ребят поселили в бывшей казарме русских солдат времен Кавказской войны. Раньше здесь находились, как говорится, царские войска. Как солдаты, так и они будут жить, потому что они являются волонтерами. Они должны быть в полевых условиях, волонтеры. Потому что эти люди, которые должны в любое время, как солдаты, встали, побежали, оказали помощь и пришли. После сытного обеда ребята отправились на реконструкцию стен крепости Шамиля. Первым делом следует очистить территорию от мусора и скативших на дорогу камней. Даже частичная реконструкция объектов исторического наследия требует соблюдения строгих норм. К примеру, эта крепость построена из местного речного камня, извести и песка. И для ее восстановления необходимо будет использовать такие же материалы. Это делается для того, чтобы крепость сохранила свой первозданный вид и не потеряла историческую ценность. На территории наведен порядок и далее волонтеры группы «Горцы» идут знакомиться с объектами, на которых им предстоит еще поработать. Впереди у них путешествие в село Гамсутль и Чох Гунипского района. Закончится этот проект на Северном Кавказе 9 августа и волонтеры переедут в Приволжье. Ребята из группы «Горцы», впервые посетившие горный край, надеются, что они вернутся в Дагестан и в следующем году. Кадыр Абдул-Азизов, Саид Кутиев, Время новостей.